Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас тема с вами Как стать блогером. Самое первое это надо назвать канал так, чтобы потом вам не пришлось его менять. Потому что вы наберете определенное количество людей, а потом вы поменяете название канала и люди вас просто потеряют. И также фотографии. То есть вы поставили одну фотографию и она у вас должна так остаться на долгие-долгие годы. То есть точно так же, чтобы человек вас не потерял. Также название должно быть легкое, чтобы человек смог его сразу запомнить. Не просто там какой-то абр-кадабр, там тра-та-та-та-та-та. А именно, чтобы оно было короткое, чтобы оно было легкое. Если у вас в логе семья такая-то, такая-то, и все. Человек запомнит. Я люблю семью такую-то. Набрал там в поиске у себя, если ее потерял, и все. То есть он ее запомнит, он будет ее помнить. Вот. Это самый первый такой вариант, о котором вы должны задуматься обязательно. Вот. Также второй вариант. Нужно задуматься, о чем вы будете снимать. Как бы название канала, да, соответствует должно о том, что вы будете снимать. Влоги там, я не знаю, может быть, какие-то истории там, какие-то мультики, может быть, вы делаете там. Вот. То есть тоже обязательно задумайтесь, прежде чем создавать канал и набирать подписчиков. Третий вариант. Третий вариант, как перестать стесняться камеру. Для начинающих блогеров, конечно, камера, это кажется, что там сидят миллионы людей, и многие просто стесняются. А на самом деле, пожалуйста, вот она, камера, самая обыкновенная камера. Возьмите эту камеру в руки и просто туда, внутрь, в это окошечко, просто загляните. Там нет никого. Камера, это просто вещь. Она ничего не передает, не опубликовывает, не отправляет никому. Просто туда загляните и посмотрите. Вот. То есть это вещь. Ее бояться не стоит. Вы можете даже эту камеру просто поставить, да, вот она на вас смотрит, и чем-то заниматься. Но будет прекрасным просто вариантом. Если вы поставите камеру, ее включите на запись и займете своими делами. Там, вы будете бить посуду, там, я не знаю, полы мыть, там, туда-сюда. Это первый вариант. Второй вариант. Вы можете в камере устроить показ моды. Допустим, у вас там висит какая-то одежда. Поставили камеру там на штатив и показываете свою одежду. Походили туда-сюда, потом вы можете в компьютере это все посмотреть. Рассмотреть себя со всех сторон. Если вы себя не любите, то полюбить себя сможете. Рассмотреть, какая вы идеальная, красивая, там, и так далее. Вот. Это у нас был второй вариант. И третий вариант. Вы можете камере рассказать историю. Также поставить ее на штатив. Как, допустим, сейчас передо мной точно так же стоит моя вторая камера. Просто ей рассказать историю и потом себя посмотреть. Что, в принципе, нет ничего такого страшного. Когда вы этот ролик опубликуете, в первое время не будет столько просмотров. Будет один, два, три, пять. Они будут постепенно-постепенно набираться. Люди будут писать вам комментарии. И с помощью этих комментариев вы сможете найти свои минусы или плюсы. То есть не бойтесь. В этом нет ничего страшного. И у нас с вами следующий момент. Это момент последний на сегодня. Хейтеры. Хейтеры – это тот человек, который не просто пишет вам какую-то гадость. То есть он этим живет, как правило. Он этим живет, и он не только в вашем канале или в вас видит гадость. Он эту гадость видит везде. Абсолютно. Когда вы ходите на улицу, когда там еще где-то. То есть хейтер в какой-то степени вам помогает на самом деле. То есть если на вашем канале появился хейтер, почитайте его комментарии, найдите в этих комментариях свои минусы. И с помощью его вы сможете улучшить свой контент. Да, конечно, это неприятно, когда вам пишут гадости. Лучше всего там дальше, в будущем не читать их, чтобы не портить себе настроение. Но с помощью этого вы сможете улучшить свой контент. И просто ничего не пишите хейтеру. Просто игнорируйте. Тогда он уйдет сам. Либо можно отправить его просто в черный список, и он тоже исчезнет. В моем канале тоже были хейтеры, писатели, ну, нет, несколько, да, была женщина, которая писала, я не сразу поняла, что это хейтер. Мне показалось, что она пишет просто свою историю из жизни. Я пыталась ей помочь сначала. Что не переживайте, так бывает, ничего страшного. Причем она писала, что взрослый сын что-то ее там ненавидит за что-то там. Ну, короче, что-то такое. А у меня сын маленький, ему тогда годик было всего лишь. А оказывается, это она про меня пишет гадости, выдумывает их. Вот. Я думаю, это вообще что-то там нереальное. Просто там такая была... Такие истории гадкие, ужасные. Ну, а потом она начала игнорировать, извлекла от этого какие-то свои минусы. Получилось у меня поменяться, поменять свой контент. И потом она со временем просто исчезла. Ей надоело писать, как бы я не отвечаю. Чего в пустую писать смысл? Как бы и все. Вот. На сегодня это все. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы, которые могли у вас появиться за это время. Особенно по поводу камеры. Вот мне это, честно, мне реально помогло. Я поставила просто камеру, начала убираться, потом посмотрела себя со стороны. В принципе, ничего плохого в этом нет. Я как-то после этого перестала бояться камеры. Это же просто вещь. Вы же не боитесь чайника, например. Который, допустим, в данный момент стоит на меня, смотрит чайник. Я же его не боюсь, правильно? Нет. Вот. Или там же кастрюли, что-то еще. То есть это все легко, это все элементарно. Просто нужно побороть свои какие-то маленькие страхи. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.